Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. В студии Инга Габешия и в начале коротко о некоторых темах выпуска. В Адлере загорелся кипарис. Одноименно торговый комплекс запылал, когда еще не пришли первые покупатели. 36 протоколов за день. Одного водителя вообще сняли с маршрута. Это итоги проверки городских автобусов. Все центральные пляжи Сочи будут открыты к 1 мая. Нововведения коснулись и арендаторов пляжных территорий. В Сочи загорелся кипарис. Сегодня утром в центре Адлера запылал одноименный торговый комплекс. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Сообщение о возгорании на улице Демократической на пульт Сочинского пожароспасательного гарнизона поступило около 8 часов утра. В тушении было задействовано около 100 человек и 22 единицы спецтехники. Также организована работа газодымозащитной службы. Сложность была в том, что тяжело было подъехать нашим габаритным пожарным автомобилям. Из-за узких проездов и большой пробки, которая находится в Альцинском районе. А так все. Пожар потушили. Личного состава хватало. 8 пожарных расчетов, 42 человека личного состава. Воды хватало, пожарных гидрантных хватало. В случае чего у нас даже была рядом речка, которая могла бы нам оказать помощь в случае нехватки воды. Площадь пожара составила 800 квадратных метров. Жертв удалось избежать. Возгорание произошло рано утром в нерабочее время. На месте были только охранники. Земля передана соответствующим нормативным правом актам пользования предпринимателю для размещения объекта от мелкорозничной торговли. Осуществлялась реализация непродовольственных групп товаров. Добавлю, что сам торговый объект не граничит с жилыми домами. Поэтому жизни и здоровью Адлерсов ничто не угрожало. Пожар был потушен в 9 часов 40 минут. Причина возгорания устанавливается. 36 протоколов за день. Таковы итоги проверки городских автобусов. В рейд вышли инспекторы ГИБДД и управление автодорожного надзора. Цель проверок – выявить нарушителей среди водителей автобусов. Долго ждать не пришлось. За день выявлено 13 нарушителей. В микрорайоне Макаренко водители останавливались для посадки пассажиров прямо на пешеходном переходе, создавая заторы для других водителей. Похожие нарушения зафиксированы на улице Донской. Там водители тоже высаживали пассажиров, где им удобно, а не на остановках. Помимо этого, на трассе Адлер-Альпика сервис полицейские проверили экскурсионные автобусы, а также транспорт, санаториев и гостиниц. Особое внимание уделяется необходимой путевой документации, а также техническому состоянию транспортных средств. За один день проверки составлено 36 административных материалов. Трем водителям выдали требование устранить внесенные в конструкцию автомобилей изменения. Водитель одного из автобусов вообще был отстранен от управления, а его транспорт направили на спецстоянку. К другим новостям. Увеличить объем экспорта готовой продукции до 8,5 миллиардов долларов в год. Такую задачу необходимо выполнить кубанским производителям до 2024 года. Для достижения результата губернатор Вениамин Кондратьев поручил создать центр поддержки предприятий, ориентированных на поставки за рубеж. Об этом говорили на совещании с руководителями промышленных и аграрных компаний. Станок предназначен для токарно-карусельной обработки изделий из черных и цветных металлов. Аналогичный станок в прошлом году, он был отгружен в Ригу, в Латвию. Ждут подобные станки не только в Прибалтике. Перспективы для экспорта у Краснодарского завода сегодня огромные. Но так было не всегда. Единственное в России производство высокоточных станков едва спасли от гибели. Четыре года назад предприятие уже стояло на краю пропасти. Если найти инвесторов и сберечь активы, тогда помог губернатор. После личного вмешательства главы региона дела бывшего Седина пошли на поправку. Воссозданное на пепелище былого величия предприятие теперь постепенно возвращает утерянные позиции и становится одним из главных промышленных центров Кубани. По основным характеристикам, станки лучше китайских и значительно дешевле европейских. Количество отраслей, в которых они используются, не счесть. Постепенно мы набираем мощности, увеличиваем портфель контрактов, увеличиваем мощности механической обработки, персонала. Станки сельхозтехника и удобрения. Ассортимент промышленной продукции приятно удивил представителей ассоциаций закупщиков Германии. С ними глава Кубани встретился в рамках программы российской бизнес-миссии в Берлине в феврале этого года. И вот уже сегодня на совещании с руководителями промышленных и аграрных предприятий края губернатору докладывают о предпосылках будущего сотрудничества. Мы получили конкретный перечень промышленной продукции, которая сегодня нужна немецкой экономике. То, что сегодня нужно Германии, мы направили запросы в адрес наших промышленных предприятий. Наша задача сегодня до 10 марта собрать всю информацию, общую информацию направить в адрес немецкой и германской стороны. После этого организовать визит наших деловых кругов. И так по каждой европейской, азиатской, африканской стране в точном режиме работать. Понятно, в холостую не нужно, но где есть рынок, вы чувствуете для нас потенциально, вы туда и ломитесь. Регион уже научился продавать за рубеж сырье. Больше всех в стране поставляет на внешние рынки зерна. Но нужно идти дальше. Речь о несырьевом экспорте. Согласно стратегии социально-экономического развития края в 2024 году, его объем должен увеличиться практически вдвое. С более чем 4 миллиардов долларов в год до 8,5. Однако, как отметил заместитель руководителя Краевого департамента инвестиций Юрий Шевченко, чтобы кардинально изменить ситуацию, необходимо изменить сам подход абсолютно всех участников рынка. Чтобы подняться на качество нового уровня развития экспорта, ратно увеличить его объем, нам необходимо перейти на другой уровень понимания ситуации в регионе и за его пределами. От вопроса, что мы экспортируем, мы должны перейти к вопросу, что мы производим и готовы экспортировать. От куда мы экспортируем, к кому интересны наши товары и где их новые рынки. От сколько мы оказали услуг, какие услуги нужны экспортерам. В поддержку экспортерам Вениамин Кондратьев предложил создать специальный центр. Там руководители предприятий смогут получить необходимую информацию по продвижению и торговле на внешних рынках. То есть, те заводы и производства, которые заинтересуют заграничных бизнесменов, на полке магазинов будут вести буквально за руку. Давайте центр создадим, который будет организовывать, направлять, максимально взаимодействовать, взаимодействовать, работать со всеми потенциально предприятиями, которые, как я сказал, потенциально могут пускать экспортированную продукцию. В ручном режиме компоновать, объединять, кооперировать, если нужно, кооперировать. Для того, чтобы мы могли, на самом деле, еженедельно, если это нужно, ежемесячно, если это нужно, в зависимости от вида продукции, товаров, поставлять их на любые рынки, европейские, азиатские, африканские. Давайте сделаем поддержку, может быть, или отдельную программу поддержки предприятий, которые выпускают экспортно-ориентированную продукцию. И так их поддержим. Тогда, если они готовы выпускать экспортно-ориентированную продукцию, и на самом деле у них получается, давайте финансово поддержим, создадим условия для их поддержки. Центр поддержки экспортно-ориентированных предприятий, И в том числе займётся изучением потребностей зарубежных рынков. Производство края готовы скорректировать свои товары под рынок конкретной страны. Так, например, Азия заинтересована в нашей муке, а в Германии не прочь попробовать кубанские сладости. Я работал во многих странах и могу одно сказать, что той поддержки, которую наши предприниматели получают здесь, в стране, я не видел. И иногда бывает так, что предприниматели уже ждут, а что же вы нам сделаете. Правильно вы говорите, что людей надо приучать ещё к тому, чтобы они формировали свою мысль. Если создали продукт, то этот продукт должен быть чёткий и понятный. Достигнуть результата вместе. Они должны поверить, что сегодня созданы такие условия, что они могут. И вот это самое главное – сломать у них психологию. Вера должна появиться. Вера в то, что они с какого-то района Краснодарского края могут выпускать продукцию или товары на экспорт. И для них это только пример. Только пример. Один, второй, третий и всё. И тогда сломаем. Пока же о регулярных поставках за рубеж могут говорить производители вина. ТОС поднимают за Европу. В прошлом году виноделам удалось увеличить поставки на 20% и выйти на рынки Норвегии, Германии и Эстонии. В конце марта первые партии отправятся и в Данию. Татьяна Говоркова, телекомпания «ФКТ». Отремонтированный мемориал в Тимашевском районе посетил сегодня глава Кубани. В ходе рабочей поездки губернатор возложил цветы к обелиску в станице Донепровской. Здесь находится могила солдатской матери Епестинии Степановой. Она проводила на фронт Великой Отечественной восьмерых сыновей. Домой вернулся только один. Он впоследствии умер от ран. Привели в порядок и парк отдыха рядом с мемориалом. Работы профинансированы в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Теперь здесь есть фонтан и современная детская площадка. По словам Вениамина Кондратьева, благоустройство такого уровня вызывает у жителей желание оставаться в сельской местности и не уезжать в город. Уже порядка где-то 100 с лишним муниципалитетов, сельских поселений, которые участвуют в краевой программе и федеральной. Здесь условия, которые сегодня я еще раз стал благодарности главе сказать, создают для того, чтобы на самом деле эта жизнь здесь продолжалась. Мы должны не возвращать сегодня жителей в село. Мы должны сделать все, чтобы они не уезжали с села. А мы сперва допускаем, чтобы они уезжали, а потом делаем все, чтобы они возвращались. Лучше изначально предупредить ситуацию миграции из наших станиц, из наших сел в города, в том числе и в краевой центр. Предупредить миграцию. А предупредить мы ее можем только к комфорту жизни. Там, где люди уже живут, для них это родные места. Поэтому давайте еще сильнее, активнее наращивать сегодня, в том числе и поддержку программ, связанных с комфортной средой в сельской местности. Потому что противный случай, еще раз подчеркиваю, молодежь уж точно поедет в город. Кроме того, губернатору показали отремонтированный дом культуры. Здесь установили современное оборудование, обновили интерьер и фасад, поменяли кровлю. После глава Кубани отправился на одно из передовых предприятий, в тепличный комплекс и посетил восстановленный стадион «Колос». А мы продолжаем наш проект «Календарь Победы». 4 марта 1945 года советские войска вышли к побережью Балтийского моря в Москве. В честь этого был дан салют. Войска 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Жукова, прорвав укрепленную оборону немцев в восточнее Штаргарта, продвинулись вперед за 4 дня на 100 километров и вышли на побережье Балтики в районе Кольберга. Чтобы очистить путь мотопехоте, пришлось поработать сапером. Между озерами и в лесах немцы заминировали чуть ли не каждые 100-200 метров шоссейных автодорог. Устроили завалы, подорвали мосты. В прорыве обороны немцев также участвовала 1-я польская армия генерал-лейтенанта Поплавского. Части, наиболее отличившиеся в боях, представлены к наградам и присвоению звания померанских. Союзники в это время подошли к Кельну. Пленные солдаты рассказывали, командование отдало приказ по всем, кто сделает без команды три шага в сторону русских открывать огонь. В тылу налаживается тем временем мирная жизнь. На Украине заканчивается строительство трех заводов по переработке сахарной свеклы. Планируется возведение еще семи. В Азербайджане началась высадка растений для получения каучука. Впервые за время войны вся земля была вспахана с осени. Запускают в эксплуатацию и перерабатывающий завод. А в Молдавии начинаются геологические изыскания для изучения недр. Тимирязевская сельскохозяйственная академия направляет своих выпускников в Прибалтику, Белоруссию и другие освобожденные от оккупации районы. Краснодарский музыкальный колледж имени Римского Корсакова получит новый корпус. Сейчас в администрации края прорабатывают вопрос строительства здания. Уже выбран участок и в ближайшее время начнут разрабатывать проектно-сметную документацию. А сегодня стало известно самым музыкальным студентам Кубани. Возможно, не придется уезжать из края ради консерваторского образования. Этот вопрос сейчас решается в администрации края. Жизнь в ритме Рахманинова. Именно об этом мечтает выпускница колледжа имени Римского Корсакова. Нотами и гаммами Анастасия Кузнецова увлеклась в детстве. Дома была пианино. Девочка буквально грезила инструментом. И, закончив музыкальную школу в Кропоткине, переехала в Краснодар. Это мое. Я совершенно не представляю, как бы я смогла без этого прожить. Как и большинство учеников колледжа. Учебному заведению 113 лет. Оно не прекращало работу даже во время революции, гражданской и Великой Отечественной войн. Его выпускники – лауреаты международных и всероссийских конкурсов. Среди них есть и выдающиеся личности. Сейчас здесь раскрывают потенциал около 400 учеников. Занятия проходят в двух корпусах – старом и новом. Сегодня вице-губернатор оценила состояние учреждения и пообщалась с будущими артистами. Чем ты будешь заниматься, как ты вырастешь, закончишь? Хочу учителем быть в музыкальной школе. Надеюсь, что маленькие детей обучать. Мой учитель меня обучил, я хочу передавать знания. Именно уникальные знания и привлекают студентов со всего края. Сами же корпуса нуждаются в обновлении. Изначально здание не возводилось, как учебное заведение. Коридоры здесь узкие, а классы небольшие. Но главное – кабинеты оснащены всем необходимым оборудованием. И студентам есть на чем проявить талант. Сколько вы получили новых инструментов? Сейчас мы заказали, если фортепиано интересует, то три. А сколько всего у вас здесь фортепиано? Сколько фортепиано всего? Фортепиано больше 60. Здесь на территории училища? Да, новое и старое здание. У нас фортепиано-отделение там. Но здесь в каждом классе, естественно, есть фортепиано. Фортепиано 35 классов. Два корпуса хоть и находятся рядом, но это неудобно. Чтобы перейти из старого в новый, нужно выйти на улицу. Вице-губернатор осмотрела территорию колледжа и место, где предполагается возвести еще одно здание – площадью 5000 квадратных метров. После такой модернизации учебное заведение сможет принять в два раза больше талантливых ребят. Сегодня назрела необходимость серьезно заняться проблемами нашего главного музыкального училища Римского Корсакова. Одному из зданий больше 100 лет. И, конечно, учиться в таких стесненных, во-первых, условиях, во-вторых, объективно в условиях, далеких от нормального процесса обучения нельзя. Поэтому губернаторам было принято решение о том, чтобы мы рассмотрели возможность строительства дополнительного корпуса к училищу. Вице-губернатор пообщалась со студентами, которые поделились планами на будущее. Они рассказали, что с удовольствием остались бы в Краснодарском крае и поступили бы в консерваторию, если бы на Кубани было такое профильное учреждение. Анна Менькова пообещала рассмотреть этот вопрос. Возможно, ВУЗ появится на месте старого корпуса колледжа. К новостям вернемся после прогноза погоды. Не переключайтесь. Субтитры предоставил DimaTorzok Для борьбы с самостроями в Сочи изменили правила землепользования и застройки. Какие меры помогут исключить на курорте самовольное строительство, сегодня журналистам рассказал директор Департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации Сочи. В первую очередь изменения коснулись земельных участков для индивидуального строительства. Теперь максимальная площадь трехэтажного жилого дома не должна превышать 500 квадратных метров. Такое нововведение и позволит не допустить строительство многоквартирного дома на земле для ИЖС. Ну а если есть желание и возможность построить частный дом площадью более полутысячи квадратов, то это возможно, но только через публичные слушания. Ранее же не нужен был даже проект. В этой ситуации мы обязаны были выдать им заключение о том, что они могут строить, потому что они по параметрам попадали. В итоге на земельном участке для индивидуального жилищного строительства вырастал многоквартирный жилой дом. Далее мы обязаны были по тем же параметрам его вводить, по большому счету. С этой целью, конечно, пошли на беспрецедентную меру. Мы установили максимальный объем индивидуального жилого дома для проживания одной семьи этажностью не более трех. Это у нас формулировка для индивидуального жилищного строительства 500 квадратных метров. Полностью исключить строительство высоток на землях, предназначенных для индивидуальных построек, призваны и другие поправки. Они касаются территориальных зон Ж3, Ж4, Ж5 и Ж6, где предусматривалось и среднеэтажное, и многоэтажное строительство, а также зоны Ж2, предназначенные для малоэтажек. Там вообще исключены виды разрешенного использования многоквартирный жилой дом, жилой комплекс. Вид разрешенного использования общежития переведен в условно разрешенное. Это говорит о чем? Если заявитель на сегодняшний день захочет изменить вид разрешенного использования земельного участка, допустим, предполагаемого для ИЖС на общежитие, это будет в обязательном порядке проходить публичные слушания, то есть это будет максимально открытая процедура. Касаемо видов разрешенного использования в зонах Ж3, Ж6, это зоны малоэтажной, многоэтажной многоквартирной застройки, все виды разрешенного использования, это многоквартирный жилой дом, жилой комплекс, общежитие, также перешли в условно разрешенный вид. То есть аналогично это будет максимально у нас открытая процедура через публичные слушания, через комиссию по землепользованию и застройке. Благодаря поправкам в правила землепользования теперь разрешено формирование земельных участков под многоквартирными домами так называемого старого фонда. Десятилетия назад участки под ними фактически были выделены, а юридически не закреплены. Теперь их нужно поставить на кадастровый учет. Сделают это за счет муниципалитета. Привязка к территориальным зонам здесь будет не важна. Чтобы люди могли формировать земельные участки с площадью, которая там меньше нормативной, в зоне, которая на сегодняшний день не позволяет. Но участка уже фактически сформированы границы, юридически еще нет. Поэтому для того, чтобы жильцы вот такого старого фонда не страдали из-за правил землепользовательной застройки, мы вот эту формулировку убрали. Также ввели для ведения личного подсобного хозяйства нормативы по минимальной и максимальной площади. Аналогично, учитывая, что земельные участки делились на 2, на 3 и более, была установлена минимальная площадь земельного участка 650 квадратных метров, максимальная 1200. Для того, чтобы земельный участок нельзя было разделить на два самостоятельных и не плодить коттеджную застройку. Все центральные пляжи Сочи будут открыты к 1 мая. Нововведения в предстоящем курортном сезоне коснулись и арендаторов пляжных территорий. Сейчас проходят конкурсные торги. И впервые процедура проводится в электронном формате. Кроме того, увеличился и срок действия договоров. Продолжит Татьяна Говоркова. Конкурсы среди арендаторов по благоустройству пляжей проводятся в Сочи на протяжении 10 лет. Если раньше свои заявки предприниматели подавали сразу представителям конкурсной комиссии, то теперь все торги ведутся в электронной форме. Это сделано для того, чтобы процедура была максимально прозрачной. Пляж получит тот, кто наберет больше баллов. Кроме того, срок договора на аренду пляжа теперь у всех арендаторов продлен до 2025 года. Пользователи пляжей теперь смогут рассчитать свой бизнес-план на 5 лет. То есть они больше смогут инвестировать своих вложений в пляжные территории. Каждый год мы изготавливаем дорожки, душевые кабины, переодевалки. Закупаем форму для спасателей, чистим дно, закупаем спасательное оборудование. И рассчитывалось все это раньше на год. То есть сейчас мы можем более качественно выполнить все эти услуги, потому что будем знать, что срок договора на 5 лет. В этом году администрация Сочи сдаст в аренду больше 60 пляжей. На первом этапе конкурса на торги выставлено 43 пляжа. Информация есть на сайте мэрии. Остальные появятся через пару недель. Времени на подготовку пляжей к сезону у арендаторов не так много. В этом году береговая полоса курорта должна быть готова уже к 1 мая. В этом году мы решили, что центральные пляжи, пляжи Эмеретинской набережной и все пляжи, которые находятся в центральных частях наших внутригородских районов, они должны быть уже открыты к 1 мая. Потому что мы понимаем и видим прогнозы наших туроператоров, что на майские праздники приедет много людей. Вроде и погода способствует. И мы просто обязаны обеспечить безопасность на наших пляжных территориях, но, естественно, там, где будут туристы. К этому времени специалисты госинспекции по маломерным судам проверят дно. Арендаторы должны получить акт технического освидетельствования. Пляжное оборудование в мае можно выставить не все, но по безопасности все требования должны быть выполнены. Если предприниматель не справляется со своими обязанностями, то у мэрии есть право в течение двух дней расторгнуть договор и перезаключить его с другим арендатором. Концепция благоустройства пляжных территорий уже определена. Снова выбран единый цвет – белый. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Клуб добровольцев появится в Сочи. Об этом шла речь сегодня во время встречи главы города Алексея Копайгородского с победителями волонтерских конкурсов. В рамках встреч активисты презентовали свои проекты, с которыми выходили на конкурсы и получали гранты. Свои программы представили театральный центр поддержки социокультурных инициатив и инклюзивного волонтерства, добровольческий отряд 25-й школы и волонтерский центр Сочинского госуниверситета. Все проекты уже реализуются на курорте. Но для дальнейшего развития добровольческого движения в Сочи активистам нужно помещение, где они смогут собираться и обсуждать проекты. Алексей Копайгородский отметил, для событийного курорта очень важно наличие клуба, который объединит всех, кто так или иначе связан с волонтерством. Мэрия готова взять в аренду необходимое помещение и оплачивать коммунальные услуги. Задача вместе с Полиной Виктором Сотта-Георгиевичем найти соответствующее помещение, чтобы там был и актовый зал, и помещение, зоны, каворкинговые и другие, для того, чтобы вы могли общаться, двигаться, чтобы у вас было самое главное место, где вы могли собираться, общаться, делиться своими мыслями и на перспективу планировать всевозможные мероприятия на территории нашего города. Договорились, поэтому ищем, находим, заключаем договор, обосновываемся там, переезжаем, и будет у вас такая серьёзная точка соприкосновения. Вот у нас с вами впереди первомайские праздники, вот задача, чтобы 1 мая вы уже там находились. Напомню, добровольческое движение в Сочи начало активно развиваться в 2011 году. Все городские культурно-массовые, экологические, спортивные и патриотические мероприятия проходят с участием волонтёров. И о приятных планах на выходные. 6, 7 и 8 марта Парк науки и искусства «Сириус» приглашает на трёхдневный джазовый фестиваль. Уже третий год он проходит в сотрудничестве с авторитетным джазменом страны Игорем Бутманом. А значит, в эти дни в зале «Сириуса» будут представлены самые яркие артисты. 6 марта на сцену выйдет австралийка Фонтини, уникальная джазовая певица с оригинальной вокальной манерой. Талантливая девушка, поющая джаз и фанк, поразила и Игоря Бутмана, который увидел её на одном из концертов. Вскоре Фонтини начала сотрудничество с Московским джазовым оркестром. Они объездили с гастролями США, Россию, страны Европы и Азии, выступали на крупнейших мировых джазовых фестивалях. В её репертуаре мировые хиты джаза, инди, соула и фанка. 7 марта на сцене «Сириуса» выступит сам Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр. Они исполнят лучшие свои программы. Джазовые стандарты, известные произведения в оригинальных аранжировках, а также авторские композиции Бутмана. 8 марта выступит американская джаз-дива «Чайна Мозес», дочь знаменитой джазовой певицы Диди Бриджоутер. Первые альбомы сделали её знаменитой во Франции, где исполнительница стала первой леди французского Iron B. В 2009 году она выпустила альбом, посвященный знаменитой Дине Вашингтон. С этого момента «Чайна Мозес» стала одной из самых перспективных джазовых вокалисток. На этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й, а также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. И заходите на наш канал в Ютубе «Говорит Сочи». В студии была Инга Габеша. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.